В данном видео уроке я разберу основные правила веб-дизайна, без которых ваши работы не будут отличаться от работ 90% дизайнеров. Данные правила объясняют, почему людям нравятся одни сайты и совсем не нравятся другие. Дело в том, что у каждого из нас разные вкусы и разные идеалы. Но если использовать эти правила, то ваш дизайн будет по душе практически каждому. Эти правила нужно просто знать. Итак, давайте подробно разберем каждые из пяти правил, которые я сейчас представлю ниже. Возьмите ручку и блокнот и записывайте все, что я вам скажу. Эту информацию вам мало кто даст. Первое. Большие вещи нравятся больше. Рисуйте ваш дизайн, используя большой текст, большие элементы. До сих пор ученым не ясно, почему маленькие вещи доставляют меньше удовольствия, но это факт. Просто запомните его, запишите себе и всегда используйте это при прорисовке в своих будущих дизайнах. Второе. Округлые формы нравятся больше. То есть используйте круглые кнопки. Делайте круглые формы под текст. Делайте блоки круглые. Используйте все с закруглением. Так как заостренные формы символизируют колкость и остроту. И следовательно вызывают чувство отдаления, отторжения. Третье. Симметрия. Это красота. Людям нравится порядок и систематичность. Мало кто любит хаос. То есть делайте текст одного размера. Картинки ставьте симметрично. Делайте все в линию, как здесь на данном дизайне сайта. Не делайте бардак из вашего сайта. Четвертое. При выборе люди отдают приоритет внешнему виду, а не функциональности. Рисуйте попроще, но покрасивее. Уберите все ненужное сайта, ненужные кнопки, ненужную информацию, лишние картинки. Оставляйте по минимуму, чтобы оно смотрелось привлекательно. То есть, как вы видите здесь, по минимуму ссылок, по минимуму кнопок. Текста практически нет. Тот, который есть для эстетики, я бы так сказал. Делайте дизайны вроде этого. Они привлекают посетителей, они привлекают внимание. Дальше же всю информацию, весь текст вы можете размещать уже в статьях, в блогах, в ссылках. А на главное, делайте, как бы символизируйте простоту и изящество данного сайта. И пятое. Не пытайтесь сделать что-то необычное и сверхновое. Людям склонно выбирать знакомое, более классическое. То, что идет поперек всем стандартам, просто отпугивает. Не делайте такого в своих работах, пока вы еще не профессионал, пока у вас нету такой профессиональной техники. Это были 5 основных правил. Запишите их и всегда перечитывайте, прежде чем приступить к прорисовке вашего нового дизайна. До следующего видео урока. С вами был Игорь Вайт. Желаю вам успехов. Продолжение следует...